Всем бобра, дорогие друзья! Спроси у себя в группе, о чем хотят люди поговорить. И, кроме няшки, Мангл, за которую проголосовали многие люди, победила теория о зубах с тизера. Так, давайте выясним, ну или постараемся выяснить, кому они принадлежат. Значит, для тех, кто в танке, на сайте Скотта вчера появился новый тизер, на котором изображена шляпа, бабочка, а также в отражении видны чьи-то зубы. А еще, если перевернуть изображение, то многие видят здесь глаза. Два глазика. Вот я их обвел. Лично я не уверен, что это именно глаза, а не какое-нибудь отражение. Ну да ладно, фиг с ними, с глазами, кто-то их видит, кто-то их не видит, это не суть важная. Так вот, многие говорят, что это зубы кошмарного Фокси. Но это не так, и сейчас я объясню почему. Но вначале я хотел бы спросить, что вот это за хрень? Такое чувство, что там рассваивается два ряда зубов внизу. У этого аниматроника, у зубов тоже есть ряда зубов? Че за мрак? Ну ладно. Итак, кошмарный Фокси имеет зубы, которые справа, ближе к краю морды, длиннее, а дальше от морды короче. В отражении же зубы, наоборот, увеличиваются с удалением от края рта. И причем это точно не может быть из-за другой перспективы, потому что, напомню, у Фокси зубы уменьшаются, а у отражения зубы увеличиваются. Как бы ты ни крутил эти зубы, зубы, которые в реальности меньше, при увеличении расстояния больше не станут. Они могут стать меньше, но не больше. Это оптика, ребята. И это еще не все. Также не видно языка, который у Фокси тоже стальной, а значит, он в отражении тоже должен был бы быть виден. Ну, раз видны зубы, значит, должен быть виден язык. Однако, его нету. Ну и последнее. Если это кошмарный Фокси, то почему он сам не виден? Я имею в виду, в случае с Темным Фредди, понятно, что он не виден, потому что он, ну, черный. Он может там хоть уголь воровать, мы этого не увидим. Однако, Фокси уже не черный. Свет должен был бы на него падать. А раз падает свет, то мы должны были бы видеть отражение. Но не только его зубов, но и его тело. Ведь по проекции отражений простейшим знаниям оптики становится понятно, что чтобы отражение падало именно так, он должен стоять непосредственно перед нами, то есть перед отражением, то есть в темноте. Он не может висеть где-то сверху, учитывая угол падения света. Ведь отражение было бы, ну, совсем не таким. Но тогда возникает вопрос. А чьи-то зубы? Лично я не думаю, что это какой-то из старых кошмарных аниматроников. По разным причинам. Кошмарный Фредди имеет одинаковую длину зубов. Причем, они короче, чем в отражении. Так что это не может быть он. А все остальные кошмарные аниматроники имеют по нескольку рядов зубов. Так что, если мы видим один ряд зубов, тогда мы должны, по идее, видеть и все остальные ряда зубов, при учете, что рот-то у него открыт. Но даже если допустить, окей, пусть мы не видим эти ряда зубов, которые во рту. Но длина зубов у всех аниматроников также не имеет изменения в высоте. Что у Чики, что у Бонни, насколько я вижу, имеются зубы одной высоты. А зубы во рту, напомню, имеют разную высоту. Причем, чем дальше от кончика рта, тем больше зуб. Хотя я допускаю, что это отражение на самом деле опять косяк Скотта, и на самом деле это аниматроник кошмарный, которого мы все же видели. Возможно, опять же тот же Фокси или Бонни. Я еще продолжу присматриваться, но на данный момент я считаю, что это не один из кошмарных аниматроников, которых мы видели раньше. Это какой-то новый аниматроник. Кошмарный тень. Фредди. Ну а на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока-пока. Удачи!